Сейчас произошло подготовительное заседание, на котором, значит, ухвалою судей принято решение о начале судового следствия. Как только начнется, дата вынуждена на 25 жевтня, тогда будут стороной обвинения представлены соответствующие доказательства, которые мы имеем в криминальном проведении. Напомню, на борту Ан-24, как тогда говорили, было 52 человека, пятеро из которых погибли. Катастрофа вызвала резонанс сразу несколькими вещами. С самого начала у происшествия было слишком много разночтений и возможных причин аварии. От плохих погодных условий и технической неисправности самолета до теракта. Прошло 9 месяцев и в зале Киевского райсуда в интервью нашей телекомпании адвокат пилота Инна Мажеро рассказала, что в этом деле по-прежнему больше вопросов, нежели ответов, на что красноречиво указывает и ряд неточностей в материалах дела. Почему-то сместилось время авиакатастрофы и испортилась резкая погода. И на сегодняшний день исчезла погода в промежуток времени с 18.00 до 18.13. Этой погоды почему-то в материалах дела нет. Какая была погода, было известно 13 числа, было известно 18 февраля 2013 года, но перестала быть известным уже сегодня. И очень интересно, что изменилось время, когда произошла эта катастрофа. Сначала были сделаны рапорты о том, что катастрофа произошла 18.16, в 18.18 было сообщение МЧС Донецка, в 18.20 аэропорт закрыт, а уже сегодня в обвинительном акте катастрофа произошла в 18.09. Правозащитник говорит, что время и погода – это не единственные нестыковки в материалах дела. Многое предстоит выяснить уже во время судебных заседаний. Я считаю, что пилот, как и прежде, у меня полное убеждение в том, что этот человек сделал все для того, чтобы спасти пассажиров на самолете, который следовал из Одессы в Донецк. И более того, я считаю, что у нас есть сегодня все доказательства его полной невиновности. Командир Ан-24 также уверен, он и его экипаж принимали в той ситуации единственно возможные и правильные решения, хотя от моральной тяжести это не спасает. Меня до сих пор не покидают те чувства, которые я пережил вместе с пассажирами 13 февраля 2013 года. Для меня ничего не закончено. Я сожалею о том, что произошло, загибель людей. По мнению специалистов, нестыковок и странностей вокруг аварии достаточно много. Но самое главное – не найти крайнего, а по-настоящему разобраться в произошедшем и принять меры, чтобы впредь подобное не повторилось. Я надеюсь, что суд выслушает мои доказательства и примет правильное решение. Решение о том, что суд по уголовному делу в отношении пилота, расследование которого осуществлялось в Донецке, будет проходить в Одессе, в сентябре принял высший специализированный суд Украины.